приветствую друзья я руководитель проекта медицинной психологии канала тв право и вот я готовлю сейчас на ю тубе такое видео можно ли размышлять я себе приготовил немножко тот конспекте чтобы не забыть какие-то слова потому что я шутник юморист такой еще старый к тому же у меня богатейший опыт и разных впечатлений всякие в памяти у меня встречи с выдающимися людьми самыми разными самых разных дискуссий а мемели мы право дискутировать но что такое homo sapiens человек разумный и что такое расчеловечивание вот я вот смотрю сейчас на свой конспектик разрешены ли теперь даже поговорить о боге например что это или надо просто верить расчеловечивание религия в конституцию вопрос такой ну в прошлый раз мы говорили о том что беспредел опеки происходит приводили пример камбарову семью камбаровых у которых детей забрали которых они но как бы приютили обучили накормили воспитали опека вдруг их забрала назад по какому-то непонятному заявлению соседки которые призованных детей которые выигрывали конкурсы творческие написали там кто-то из соседей ну не знаю кто она суды постоянные теперь этим людям достойнейшим достойнейшим людям приходится заходить и оправдываться презумпция виновности но мы об этом говорили вот этот процесс который происходит и вообще во всем мире вот это вот бифуркация неизвестность кризисы постоянные нет образа будущего никто не знает как мы будем жить завтра и на что надо опираться на религию или на систему социальную или на науку и вот я написал что хочу сказать о том что науки то человеке есть есть разные науки но нет науки а человечности и соответственно критериев нету их учета в системе подготовки кадров любого уровня от шахтера до президента поэтому всякое вот такое происходит потому что науки а человечность и нету критериев нету и поэтому что такое человечность вот это все вода на наутку по искусству религии смешались смыслы и понятия как говорится смешались корни люди все смешалось например в искусстве спектакль про анселота помните у марка захарова трансформации человека при получении власти и вот я вспоминаю что я был докладчиком в институте человека был создан свое время институт человека который создал философ академик фролов это было период начала перестройки это было такое время тоже бифуркации была тоже . неизвестности неопределенности люди не знали на что опереться и вот тогда вот я делал доклад в этом институте и мне помогала делать доклад горбачева рейса максимовна но тут сидели значит с кем я сотрудничал в институте сербского проводил исследования там подростковом отделении учил детей чтобы они не писались ночью там были такие дети но короче говоря сидели также на докладе из института сербского а я из этических соображений ну вот ограничение тоже есть у нормальных людей чтобы они не подумали что я воспользовался моментом поближе познакомиться с горбачевой из-за этого этического ограничителя тогда после доклада где она мне помогала там и бехтерева с ней зашла я делал как раз доклад и потом когда я пригласил из аудитории всех попробовать ключевые приемы я как раз вернулся тогда из риги где меня приглашал герой социалистического труда председателя графирма а даже которую горбачев назвал эту фирму фирмой 21 века выдающийся человек был альберт эльнессич каус это была такая мощная графе я там обучал его заместители а он сам прилетал ко мне в махачкалу три дня жил в гостинице осваивал этот метод а потом меня пригласил в агрофирму я обучал его заместителей но это не интересный выдающийся был человек ну и вот когда я делал за доклад и когда я пригласил из зала аудиторию в этой конференции международной прямо такой все российской конференции о создании института человека ну я постеснялся просто эзотические соображения потом после доклада который мне помогало делать горбачев пошел никто не вышел все сидели такие вот зажатые я постеснялся потому что там сидели из института сербского тоже профессора в ряд государственной премии и там и все прочее чтобы они не подумали что воспользовался моментом задружиться с ней потому что она после до моего доклада она села рядом со мной и задала вопрос иногда это можно ли ваш метод ключ применять для против алкоголизма я с ней сидел вот так вот и сделал вид ну короче говоря дурак был да надо было воспользоваться моментом и судьба была бы всего метода другая тогда вот а может быть нет тоже не поймешь куда хотел наш наш на срок событий куда все вот это переворачивалась не поймешь я же не знал о том почему она спросила потому что горбачев тогда сухой закон вел бы вообще все пострадали и все виноградники вырубили а у нее оказывается я потом это узнал через много лета брат был пьющий и вообще в общем тут много чего замешано человеческого политического очень много все замешано смешались люди все смешалось понятия и смыслы все смешались вот насчет алкоголизма я хочу сказать что алкоголь почему люди пьют потому что человек хочет чувствовать что они есть я есть я могу а тут давление такое системы какой-то ситуации общественных отношений что его допустим какие-то намерения какие-то усилия кто-то присваивает или кто-то ему говорит не имеет никакого смысла то чем ты занимаешься чех не может быть человеком вот вишневская выступала как-то по телевизору она говорила вот говорит когда я спросили а как вы знаете выпил растропович немножко или нет а я говорю всегда чувствую потому что когда он с друзьями сидит в другой комнате когда они чокаются там а потом они начинают обниматься я не всегда чувствую что немножко выпили а почему человек хочет обниматься душа и требует душа и требует что человек хочет чувствовать себя человеком хочет чувствовать себя творцом а тут если ему не дают есть кто-то присваивает его результаты труда он теряет уверенность и поэтому люди пили пили да алкоголь же не случайно придумали ли для того чтобы снять вот это напряжение на снять стресс я не пью вообще ни капли алкоголь вредная вещь но у нас есть в организме генератор у нас есть в организме аптека у нас есть эндорфиноподобные вещества которые у нас возникают момент когда мы сделали усилие получили результат а если ты делаешь какие-то усилия на этом метод ключи построен и каждый положительный результат воспринимаешь а негативный результат не воспринимаешь это мозг получает все время бомбардирование положительными импульсами у тебя крылья растут ну да поэтому там принцип подбора путем перебора который повторяет жизненный принцип проб и ошибок проб и побед если ты умеешь управлять своим состоянием то ты можешь и стресс переводить энергию стресса для новых достижений они покорятся стрессу но это очень интересное явление ну как бы человеком наших условиях в этой точке бифуркации неопределенности отсутствие завтрашнего дня а теперь уже религию в конституцию как бы да и в школу как бы что религия должна или не религия я допустим атеист или допустим христианин или допустим я в исламе допустим или буддист ну религия же тоже с одной стороны она она открыла человеку веру в бога а наука открывает человеку веру в собственные возможности она показывает что есть ценности вечные вот эти вечные ценности способность любить созидать сопереживать сочувствовать чувство чужой боли чувство бесценности живого ведь наука должна быть такая не только в искусстве или в религии потому что сегодня когда это в религии ты уже не знаешь можно ли вообще дискутировать о том что такое бог если бог или это уже нельзя вообще можно ли дискутировать также мы говорим хомо сапиенс человек разум а как же можно без этого как же можно без дискуссии без понимания хомо сапиенс это природная суть человека и природная суть человека быть хорошим быть хорошим а вот опека забирает детей которые были их кормили их одевали их учили ставили на ноги через несколько лет раз и забрать такие примеры привожу чтобы понятно было насколько важно создать науку не только человек а отчего вечности а человечности вот такой науки пока нет я хочу такую науку зачать и поэтому я как как раз таки зная то что когда человек снимает стресс и у него включается эндорфин и всякую это алкоголь у него появляется это ощущение я могу да и вот я вам напомню я как-то говорил о том что в болгарии у меня была женщина на занятиях которая говорила я пока раз шпильку кому не вставлю я ведь не успокаиваюсь такая вредная говорит а тут говорят я приемы ключа сделала полетала почувствовала такое состояние что хочется любить всех хочется любить вселенную ну значит человек по своей природе хороший хороший уже создан как говорится по обрыву и подобию человек-творец это творчество это способность любить брэй на сто 세계 когда дни presidency musical啦d за став человека не творите и не сможешь не сможет это природная сущность человеками почему она обязательно в религии как раз такие вотную науки а человечности надо как раз и вот это все разобрать я прояваю все наше сообщество думающих людей Что как раз таки не хватает нам науки о человечности. Науки. Науки не хватает. Вот какая у нас история интересная. А почему я это знаю? Ну потому что вот в Звездном городке, когда я делал работу в Центре подготовки космонавтов, а я там создал модель невесомости у космонавтов в земных условиях, я дружил как раз таки со всеми генералами, которые были в командовании Центра подготовки космонавтов. Я имел возможность с ними лично общаться, сидеть у них на кухне. Жена Поповича, Павла Романча, знаменитого, она мне котлетки жарила, Мария Лаврентьевна, она была сама, летчиком-истребителем, ну вы знаете, наверное. Я жил у Андрея Григорьевича Николаева дома, в квартире, он меня забрал из «Орбиты». И говорит, живи у меня дома. Я жил у него дома. Да, и он мне рассказывал. Мы с ним выходили покуривать там, он в квартире не курил, в подъезд. Выходили там, ну большая площадка, и там у него баночки такая. И он вытаскивал сигареты «Лайка». Вот такая маленькая пачечка была сигареты «Лайка». И он говорил, Брежнев тоже курит «Лайку». Бывает, говорит, я проезжаю в Кремль, там на какое-то совещание, а Леонид Ильич увидит меня, говорит, «О, Андрея, ты где пропал?» А я, говорит, говорю, в космос летаем, Леонид Ильич, да. Ну вот он очень переживал тогда, потому что его же мать или школа, да, с кем они тогда расстались, она не пускала ребенка своего в школьницу, то ли в девятом, то ли в десятом классе, к нему не пускала. Андрея Григорьевич был необычайной души человек. Необычайной души человек. Ну да, мы с ним очень дружили. Когда я приехал в Чувашию, когда я там проводил занятия, когда они узнали, что я дружу с Николаевым, они меня прямо на руках носили. Ну, потому что любят там Николаева, он достойный этого. Это все я рассказываю, потому что я как раз-таки общался с такими людьми, которые, ну, короче, зам по науке Центра подготовки космонавтов. Мы с ним так дружили, так общались. Румянцев, генералов. Общался я с генералом Афанасьевым, министру брата, как раз-таки его брат был министр машиностроения, по-моему, Афанасьев. Ну, с такими людьми общался, я знал кое-какие вещи, и вам хочу сказать самую главную вещь. Вот в этой модели невесомости, которая по методу Круч, человек, когда выходит на состояние легкости, парения, у него снимаются штампы, страхи снимаются, у него возникает именно вот это состояние творческое. Да, об этом хорошо говорит состояние о своем, в теории, поток, вот великий психолог американский, там работает сейчас венгер по происхождению, Чинскен Михаил, которого я очень уважаю, как выдающегося психолога. То есть сейчас вообще в мире очень много поисков научных и так далее, почему происходят вот эти все катастрофы, почему происходит вот это непонимание между восточным менталитетом и западным, почему происходят вот эти конфликты, особенно в точках бифуркации, неопределенности, почему это происходит? Потому что и там, и там, и на востоке, и на западе тоже человек творится. А потому происходит, потому что технический прогресс всегда обгоняет общественную систему обустройства. Да, не успевает за технический, а у людей, которые вот создают изобретения, открывают какие-то научные открытия, они же должны иметь ответственность за последствия своих статей, книг и так далее, за последствия своих изобретений. То есть должна быть наука о человечности. Это очень серьезная вещь, и она должна быть. Критерии должны быть определены. Это целая наука, там надо их разработать. По этим критериям отбор кадров, продвижение во власть. По этим критериям, чтобы человек продвигался во власть с учетом этих требований. А не только профессионализм, не только лидер мнения. Ну да, потому что тогда вот человек, сделавший какое-то открытие, будет чувствовать ответственность за последствия, как коронавирус открыли, как это появилось, непонятно. В общем, я просто хочу сказать, что нам сегодня не хватает вот этой новой науки. Новой науки о человечности. С вами был Хасай Риев, доктор, психолог, философ, художник. Кстати, хочу сказать, видите, поставил картины специально «Держит свечу». А ведь что раньше появилось? Колесо или огонь. Люди научились делать, добывать. Или порох, или тушь, чтобы писать. Ну вот, говорят, что раньше всего появилось, для развития хомо сапиенс, человека разумного, в первую очередь появилась возможность добывать огонь. Да. И приготовить пищу. Но не хлебом единым жив человек, как говорится. До следующей встречи. С вами был Хасай Риев. Основатель школы «Человек будущего» и руководитель проекта медицины и психологии канала НТВ «Право». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok